Всем большой весенний привет! Сегодня для кого-то день смеха, для кого-то день дуракана. В общем, сегодня 1 апреля. День шуток, веселья, радости, но на полном серьезе, но немножко с юмором, решила для вас снять видео про ароматы весны. У меня уже был запрос на данное видео, и я решила его снять именно сегодня. Сразу предупрежу, здесь не будет у меня таких пирамид, нот. Я буду просто говорить то, почему я выбираю этот аромат, как я планирую пользоваться, когда, и марки покажу, все вам расскажу. Сейчас уже 1 апреля, в принципе, в марте была возможность кочем попользоваться. Сейчас эти ароматы идут у меня только на весну, то есть это апрель-май. Думаю, что в июне я сниму еще ароматы лета, может быть, какие-то из них уберу, какие-то добавлю. То есть, в принципе, здесь только будут ароматы весны и весеннего времени года, и здесь не будет спреев. То есть это только непосредственно будут ароматы, водички туалетные, парфюмерные воды, но все такое, в основном, у меня бюджетно. Поэтому, если вам интересно, такая тема видеоролика, то оставайтесь со мной, всем желаю, приятного просмотра. Но, по мне, наверное, уже заметно, что, да, что весна пришла, поэтому давайте начнем. Начну я с аромата, который я выкупила Машу. Маш, привет тебе, если смотришь меня, спасибо. Водичка мне вышла за 500 рублей, на самом деле, намного дороже стоит. Вот такой флакончик, это ифроше сур-лаланде. Этот аромат был с очень интересными, даже какими-то такими морскими, цветочными нотами. Но для меня это запах, знаете, такой запах весны-весны. То есть вот прямо вот цветение, марта больше даже. Этот аромат для меня дневной. Думаю, что он, в принципе, неплохо будет раскрываться и летом. Но сейчас мы говорим именно про ароматы весны. На весну, конечно, я его хочу. Он цветочно-фруктовый, немножко с какими-то даже морскими нотками. В общем, очень классный, могу его посоветовать. Если вы еще не пробовали, то потестируйте его, либо в самом ифроше. У нас были тестеры, я как только попробовала, мне понравился он очень и моей подруге Мариночка. Мариночка, тоже тебе привет. Если смотришь меня, в общем, очень классный запах, я его забираю на весну. В большом удовольствии. От компании Фаберлик водичка только одна у меня будет. Это туалетная вода личи. Я выбрала себе, вот сейчас даже говорю, немножко слюноотделение, потому что очень вкусная вода. Личи, это моноаромат. У меня еще есть белый чай и манго. Но мне кажется, что и белый чай, и манго у меня пойдут больше на летнее время года. Да, здесь мы все-таки говорим про ароматы весны. Очень отличный, классный аромат. Он сладкий, то есть это вот именно ягоды личи. Само личи я пробовала. Мне кажется, аромат передан довольно натурально именно личи. Это фрукты, то есть это фруктовый аромат, моноаромат. И он очень сладкий. Но вот именно в аромате Фаберлик, то ли у меня со временем он изменился, то ли действительно вот как-то так, он стал немножко такой кислинкой, фрутинкой. В общем, очень вкусненький аромат. Я, конечно, не думаю, что я буду с ним ходить куда-то на работу или там еще куда-то, но добежать до магазина. Это дневной вариант. Либо попользоваться им дома, почему бы и нет. Очень вкусный аромат. У меня был еще один такой вот аромат. Меня попросили отдать, продать. Вот я за небольшие совсем деньги, за копеечки, вот такой свой второй аромат продала. У меня остался только один. Поэтому личи тоже будут с удовольствием пользоваться. Но я думаю, что в основном дома. Дальше следующий аромат. Это от компании Raven Malutka Miniaturka Itcadescence Enjoy. Такой жизнерадостный желтенький аромат. Здесь есть, по-моему, цветы. В основном он больше цветочный. И такая ассоциация, знаете, уже с солнышком, с весной, уже, может быть, в будущем, с летом. Но аромат небольшой. Это миниатюрка. Он, в принципе, держится неплохо. Для меня это абсолютно не зима. Возможно, осень, возможно, весна. То есть, какой-то вот межсезонье. На лето мне кажется, что этот аромат будет сладковат, тяжеловат. Поэтому сейчас беру его в использование и надеюсь, что тоже с удовольствием буду им пользоваться и потрачу. Следующий аромат также компания Faberlic. И куда же без цветов весной. Мне кажется, весна. Это вообще именно время цветов, цветочных ароматов. Вообще, вот такой вот аромат Валентин Юдашкин. У меня видно, что довольно его много. Это парфюмерная вода. И был он увесистый. Мне он так-то достался с какой-то большой скидочкой. Мне нравится сам флакон. Само оформление такое розовое, золото. Сейчас тоже, да, как ко мне подходящее. Там есть нотка розы. Для меня это аромат именно розы, шиповника, такой вот расцветающего уже всего. Аромат точно будет у меня на весну хорошо идти. Довольно стойкий. Но, наверное, все-таки это больше не день, а какое-то либо мероприятие вечернее, да, либо, не знаю, на работу, допустим. Но, мне кажется, больше не дневной такой вариант. И точно не для дома. То есть вода уже посерьезнее. Постеление держится подольше. Тоже парфюмерная вода. И довольно долго, несмотря на цену, держится вот эта вот водичка. Это вот туаль вода. Neon Flowers. Это у меня Purple Bucket. То есть это розовый букет. Он же вода с ароматом тоже розы. Та роза более такая, шиповниковая, более сладкая у Юдашкина. Здесь роза более свежая, более такая садовая. Более роза такая, знаете, как вот только-только с таких маленьких бутончиков цветков. Немножко с кислинкой вот эта роза. То есть та более сладковатая роза, если хотите, то вот эта более такая с кислинкой. Роза тоже очень приятный аромат. У меня этот аромат держится весь абсолютно день на коже. Если на одежде, то будет держаться и того дольше. То есть может продержаться, наверное, целый день, сутки, там даже двое. Нравится мне вот, в принципе, я думаю, будут оба эти ароматы под мои шарфики весенние. То есть почему бы шарфики не подушить, или волосы, или просто там, ну, какую-то одежду, тело, да. То есть вот эти ароматы у меня обязательно пойдут. Этот аромат я узнала в латуале, именно что он розы. Я просто подошла его, понюхала. У меня хорошее подняние, я сразу поняла, что это роза. Действительно, там есть в составе именно цветы розы. То есть это цветочный аромат. Есть еще другие варианты, по-моему, жасмины еще какой-то, но я их не рассматриваю. Я вот только любитель розы, буду с удовольствием пользоваться. Показала вам уже 5 ароматов по ламинку. И давайте продолжим вторую часть. Моя относительная новинка идет на весну Fista Divita. Fista Divita это аромат Faberlic у меня в небольшом таком объеме 30 миллилитров. Я уже распробовала этот аромат, я его беру второй раз. Первый раз у меня была миниатюрка, я ее, по-моему, сестренке подарила. Сейчас я решила этот запах оставить себе, потому что мне кажется, что он именно весенний. В нем есть какая-то нотка цветочности, цитрусовости, такая искрящаяся, радостная. Мне кажется, этот аромат подойдет и на день, и на вечер. И на прогулку сходить прогуляться. Но он, к сожалению, абсолютно, на мой взгляд, нестойкий. То есть поэтому я не думаю, что я буду пользоваться на работу или куда-то, куда я пойду надолго. Ну вот если просто до магазина, то же самое, да, добежать либо дома, попользоваться, это приятный, хороший аромат. Он был очень бюджетный, поэтому тоже буду с удовольствием ему пользоваться. Аромат, который у меня переходит, по-моему, только один, да, единственный из зимы. Если интересно, смотрите мое видео про ароматы и фавориты зимни. Это аромат, который подарил мне муж на Новый год. Сама я попросила, у меня был пробник, это мадемуазель Азар. У меня вот такой вот вариант фиолетовый с серым бантом. Это уже люкс, это парфюмерная вода. И вот этот аромат я очень люблю использовать сейчас на работу. Он довольно комплементарный, то есть с ним говорят комплименты. Он приятно пахнет, приятно ощущается от волос, от одежды, от кожи. И он действительно шлейфовый. Там очень много разных нот, можно посмотреть его пирамиду, но мне все эти ноты очень-очень нравятся. Я считаю этот аромат очень удачным и буду им пользоваться. Вот у меня уже вот так его используем. То есть в принципе я пользуюсь. И у меня это в объемчике идет 30 мл мадемуазель Азар. Ну это вообще заявлено, что туалетная вода, но она довольно стойкая. То есть я все-таки считаю даже, что где-то написано, что парфюмерная, а где-то туалетная. Эту водичку, конкретно эту, я приобретала на Вайлдберрис. Просто мне муж ее оплатил. На Вайлдберрис цена этой воды, мне кажется, более демократичная, чем, например, в Латуаль или в каких-то других магазинах. У меня это абсолютно точно оригинал. То есть была у меня упаковочка вся заслудированная. Все как нужно. И по стойкости тоже могу сказать, что эта вода оригинал. Мне она очень нравится. И она очень стойкая. По стоимости, по-моему, 2200, от 2200 до 2500. То есть вот такая вот стоимость, ну как бы в Латуале уже за 30 миллилитров 4,5 тысячи или 5. Но в общем и целом, конечно, вода и тех и других денег, я считаю, что стоит. Потому что она очень стойкая, она очень шлейфовая. И она действительно раскрывается и держится очень долго в течение дня. Поэтому, одна из самых любимых водичек, могу ее посоветовать. И еще три аромата у меня осталось. Два, которые мне Дрилла Иночка. Привет, тебе спасибо. Это моя любимая пурбланка. Куда же я без сиреневой пурбланки весной. Видно, да, что я ее так прилично попользовала. И вообще из пурблана каменно-розовых. Это моя, по-моему, уже третья. Самая первая, когда она только-только вышла, была у меня. Я как узнала, вот этот аромат здесь есть. То ли красной смородины, то ли чего-то. Вот запах и, ну то есть, именно ягодок и цветов. Я как только почувствовала ее первый раз, я прям влюбилась. Это мой запах, он и приятный. И вкусный, и очень мне он нравится. Ну, тут, конечно, каждому свое. Есть еще белая пурбланка, синяя. То есть, их несколько вариантов. Моя любимая именно розовая. Розовая, вот именно данный вариант. Это тот, который мне подарили. Я буду с удовольствием пользоваться, ностальгировать, вспоминать молодость. Потому что я не знаю уже сколько лет в пурбланке. Наверное, лет уже 15-20. Сколько она существует? Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто давно устоян. Потому что, мне кажется, уже около 15-20 лет существует этот аромат. Ну, вот эта версия, вот конкретно это лет 10 точно существует. Розовая. По-моему, ее уже даже сейчас нет в каталогах. Это пурбланка блажь, да, то есть, розовая. Еще была оранжевая, которая совершенно, кстати, не мое. Белая, ну, такой неплохой вариант, но больше не для меня. Опять же, эта фрезия. А вот розовая именно такой вот вариант. Именно цветочный, ягодный, фруктовый. Вот мне он очень подошел. По стойкости пурбланка идет среднее. Часов 8-10 продержится. Мне кажется, больше дневной аромат. Ну, конечно, это больше молодых девушек. Но я тоже с удовольствием пользуюсь. И еще у меня аромат от Арифлейми. Такой подарочек. Второй свой я уже дала. Вот это вечерний будет, наверное, вариант. Это маскарад. Маскарад. Там есть нотки ежевики. Они такие довольно терпкие, ягодные. И мне кажется, что вот именно этот аромат... Ну, у меня он без крышечки, но это ничего страшного. Идет на вечер. То есть, если я куда-то соберусь на какие-то мероприятия, в основном вечерние, да, либо там на, не знаю, прогулку, да, вечером, я вот буду наносить этот аромат. Он очень вкусный, приятный. Он не очень стойкий. Ну, я думаю, что часов, когда вы идете на вечер, да, например, там в 5-4 часа вечера, и он будет держаться там до 10-11, мне кажется, часов 6-8 спокойно. Поэтому вот этот аромат тоже классный. Если вы где-то увидите, мне кажется, уже нет в Арифлейм. Только проспродажи можно его найти. Я могу вам его посоветовать. Он очень классный и вкусный. Ну, и последний, который я покажу, это тоже неоднозначный парфюм, но я его беру на весну. Я не буду показывать в этом видео спрей. Это было бы видео очень долгое и затянутое. Просто меня Машенька попросила, Маша, привет тебе, морожка, да, и сейчас уже другой какой-то ник, по-моему. Маша, спасибо тебе за запрос. Это, кстати, ее запрос по поводу ароматов весны, и я уже хотела снять, думала, может, в мае вам снять, но вдохновил меня апрель, и я решила все-таки снять это видео в апреле. Последний аромат, десятый, это Слэбр, многим, я думаю, известный от Эйвен. Очень неоднозначный, с какой-то ноткой и арбуза он идет, да, свежести, и с другими какими-то нотами, и какой-то и ретро, ну, в общем, я не знаю, неоднозначный очень аромат, но он хорошо раскрывается весной. Поэтому, если вы любите цветочно-фруктовые ароматы, вот этот аромат, мне кажется, к ним относится, я могу его посоветовать. Он, как по мне, совершенно нестойкий, и этот аромат, мне кажется, более возрастной. То есть здесь, именно, вот в отличие от всех предыдущих ароматов, ну, наверное, кроме еще Валентина Юдашкин Роуз, вот Роуз и вот эти ароматы, я могу сказать, что это, наверное, 30+, то и даже, может быть, 40+, ароматы. Ну, это я так вижу, да, это мое мнение личное, как бы мое субъективное, поэтому строго меня не судите, я здесь выражаю на своем канале свое мнение. Мне кажется, вот этот аромат Слэбр, так как он отправляет в такие вот какие-то очень далекие воспоминания, да, какие-то связанные, может быть, с молодостью, еще с чем-то, с красотой. И я думаю, что этот аромат абсолютно точно приживется и у девушек, кому больше 30 или 40 лет, потому что это такие вот варианты ретро-ароматов, что Юдашкин, да, как раз-таки, что Слэбр, и, в принципе, наверное, туда же я могу отнести вот эту вот розовую пурбланку, потому что кто ее помнит, поймет, что это уже тоже такое ретро. Ну, мне 35 лет, я ощущаю себя 20, да, вот, но тем не менее, я помню, что было 10, 15, 20 лет назад, и поэтому вот этот аромат я могу отнести к таким уже ароматам в ретро-стиле Эйвен, то есть более таком старинном, но тем не менее очень узнаваемым, да, эти ароматы Эйвен и пурбланка, и вот Слэбр, они узнаются. Они средние по стойкости, не скажу, что они очень стойкие. Но тем не менее, мне кажется, что это хороший вариант альтернативы аромата весны, поэтому могу его посоветовать, и буду с удовольствием пользоваться. Вот я уложилась почти с вами в 15 минут, в принципе, недолгое такое видео, если оно вам было интересно и полезно, поставьте, пожалуйста, лайк, если еще не подписались на канал, подписывайтесь, впереди вас ждут новые видеоролики, снят у меня уже отчет по Project Pen, буду я еще пользоваться тем, что у меня есть на Ватберес, будут у меня обязательно заказики, недавно были пустые баночки, в общем, канал стараюсь, развиваю, как-нибудь обязательно сниму макияж, если макияж вам интересен, тоже напишите, пожалуйста, в комментариях. Подписывайтесь на канал, выставляйте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видеоролики. Всем желаю отличного продолжения весны, еще раз поздравляю вас с праздником, все-таки я его буду называть Днем Смеха, Радости, Веселья с 1 апреля. Всем удачи, отличного настроения, и всем до новых встреч!